Особенность выставки под названием «Красота спасет мир», которая открылась 24 октября в культурном центре Барвиха в том, что на ней представлены работы только тех художников, которые проживают в поселении. На открытии можно было не только познакомиться с творчеством талантливых людей, но и пообщаться с авторами работ. Художников мы выбирали из расчета того, что они являются местными дожителями. Мы через старость деревень, сельское поселение Барвихинское, искали художников, которые могут представить свою работу, могут представить свое творчество. В качестве эксперта выступил специально приглашенный гость, руководитель сообщества независимых художников Москвы и Московской области Шамиль Шавликов. Он поделился с участниками экспозиции своим опытом и подсказал начинающим живописцам, как более точно можно передать некоторые детали картин. У них есть дар внутренний. Художник состоит из двух частей. Это внутренний порыв и внутреннее богатство человека, которое он черпает от книг, от природы, от просмотра каких-то фильмов, прочитанных книг. То есть все, что он видит, он накапливает как аккумулятор к себе и потом выдает. Но все надо вооружать в ремесло. Ремесло – это транспорт, на котором художник дальше может или проехать, или споткнуться. Стены зала своими художественными произведениями украсили пять художников. В их числе оказалась и Инна Прохорова, которая представила восемь работ. Она совсем недавно начала рисовать, но своим творчеством привлекла большое внимание приглашенных экспертов. Я пишу от души. То есть вот то, что я чувствую в этот момент, те эмоции, которые во мне есть, я их передаю на холст. То есть как дышишь, так и пишешь. Что чувствуешь, то и пишешь. То есть я в картинах передаю те чувства, которые я чувствую в этот момент. Приобщение к прекрасному на этом не закончилось. После выставки всех ожидала насыщенная концертная программа, приуроченная ко дню рождения творческого коллектива «Барвиха Дэнс». Ученики-преподаватели школы танцев представили зрителям свою юбилейную программу. Концерт начался с эксклюзивного показа меховых шуб под названием «Возрождение России». Ну а после зрителям было предложено окунуться в атмосферу разных эпох, начиная с первого бала Наташи Ростовой и заканчивая современными танцевальными стилями. Среди организаторов мероприятия – представители молодежного парламента Одинцовского района. Их задача – разнообразить культурную жизнь в поселениях, привлекая как можно больше молодежи. Есть такой проект, как «Молодежные советы». И мы сейчас активно создаем в каждом поселении молодежный совет. И в ближайшем будущем, можно сказать, уже в этом году, будет создана Барвихия. И будем помогать решать множество ряд больших вопросов. Жители поселения Барвихинское уверены в том, что такие культурные мероприятия станут традиционными и выйдут на более высокий уровень. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.